И всем снова здравствуйте! Я приветствую вас на канале Алкофан в рубрике по приготовлению коктейлей. Сегодня снова возьмемся за основные ингредиенты, которые могут входить в ваш домашний бар, а именно самбука. Если вы постоянно смотрите канал Алкофан и ролики, которые выходят на нем, то знаете, что уже ролик про самбуку был, делал Василий Захаров, 5 способов употребления самбуки. Отличный ролик, повторять эти способы я не буду, в моем случае будут только коктейли. И если говорить о самбуке, то это крепкий ликер, сладкий, который пришел в домашние бары и во все бары мира из Италии. Именно в этой стране он обрел самую большую популярность и разнообразие как марок, так и видов. Самбука встречается как классическое белое, также ароматизировано и дополнительно подкрашено. То же самое, как в ролике с абсентом, где абсент имеет красный, синий, зеленый, черные виды. То же самое. И есть также ликеры, основанные на самбуке, к примеру, малиновые, апельсиновые, кофейные ликеры. То есть основная нота, как всегда, выходит анис и дополнительно ароматизировано и подкрашено соответствующим цветом. Основу рецепта самбуки составляет настойка на анисе. Это, как правило, либо звездчатый, либо зеленый анис. Происходит несколько дистилляций после того, как настойка впитала в себя все ароматы. Вносится сахарный сироп, это все-таки сладкий ликер. А также дополнительные ароматы и ингредиенты. Это, как правило, цитрусовые цветы, какие-то ароматические коренья. И вот за счет внесения этих дополнительных нот, большое разнообразие фирм, вкусов. И вы сможете подобрать самбуку на свой вкус, если вам не понравилась какая-то определенная марка. Ну и, собственно, разные производители, как Италии, так и всего мира, скрывают свои секретные рецепты. Кроме, конечно, базовой основы. Анис, бузина и, может быть, какие-то нотки-солодки. Пару слов еще об истории самбуки. Это название тоже имеет неоднозначные корни. Во-первых, она пришла в Италию, то есть это не изначальный напиток Италии. Она пришла из арабских стран, где также был напиток алкогольный, настоянный именно на плодах аниса. И первая версия склоняется к тому, что самбука названа в честь такого растения, как черная бузина, самбука негра. Но многие производители, очень влиятельные фирмы, полностью отрицают эту идею и говорят, что черная бузина никогда не входила в рецептуру никакой самбуку. Версия 2 и версия 3. Их условно можно объединить, так как они снова относятся к арабским странам. И если версия 2 это больше название того напитка, от которого произошла самбука, это напиток замут в переводе с арабского анис, он считается именно прародителем анисовой настойки. А третья версия созвучна с названием арабских кораблей, на которых анисовую настойку транспортировали в Рим. И название этих кораблей прото-самбука. Четвертая же версия это чисто итальянское направление. То есть сами итальянцы считают, что самбука названа в честь небольшого городка в провинции Тоскана. Какая из них правильная, тут уже решать вам. Можете указать свое мнение в комментариях. И современный рецепт самбуки, который документально подтвержден, относится к 1851 году, когда Луиджио Манси сделал ликер на основе аниса и назвал его своим именем с приставкой самбука. Этот рецепт не получил большого признания и коммерческого распространения. Но чуть менее чем через 100 лет уже Анжела Малинари в 1945 году построил завод специально для производства самбуки. Именно этот бренд в Италии, где наибольшее потребление самбуки, занимает 70% рынка. И он также известен во всем мире, является основой, так скажем, эталоном. Есть еще несколько брендов, несколько фирм, которые также известны производством самбуки. К примеру, это бренд Люксарда, также марка Полини, самбука этой фирмы представлена именно у меня. Ну, еще, наверное, какие-то бренды, которые вы можете взглянуть на сайте Алкофан, есть список, и просто поискать в интернете. Ну, и, собственно, по способам потребления самбуки. Есть определенный ролик по сочетаниям. Лед, коктейли с молоком. Обалденно! По-любому сможете выбрать свой любимый. В моем случае это все-таки коктейли. По традиции начнем с самого простого. Первый коктейль в моем сегодняшнем списке называется Венето. Самый простой по входящим ингредиентам. Первое, что будет необходимо, это добавить лед в шейкер. Для того, чтобы сделать этот коктейль, вам нужен будет коньяк, самбука, лимонный сок, сахарный сироп и яичный белок. Приступим к приготовлению. 60 мл коньяка. В четверть меньше, ровно 15 мл самбуки. Ровно столько же 15 мл свежевыжатого лимонного сока. Так как самбука в этом рецепте выполняет небольшую часть, именно сладкой части, всего лишь 5 мл простого сахарного сиропа для баланса вкуса. Также добавляется яичный белок. Белок одного яйца. И небольшой лайфхак. Можете снять пружинку от обычного стрейнера. Если вы добавите ее в шейкер, то он придаст дополнительную пенку вашему коктейлю. Взобьем его и перельем в наш коктейльный бокал, который пока можно охладить льдом. Поехали! Этот коктейль, соответственно, нужно очень хорошо процедить, потому что лед, который мы взбили в шейкере, по-любому разбился и может испортить ваш готовый напиток. Итак, коктейль винетто. Номер один в нашем сегодняшнем списке. Оставляем его в сторону. Коньяк нам также больше не пригодится. Для второго коктейля мне будет необходимо еще несколько ингредиентов. Это белый ром, водка, персиковый ликер, а также ликер трипл сек. Ну и, соответственно, самбука. Этот коктейль называется стеклянная башня. Его можно готовить как через шейкер. Он, кстати, чем-то напоминает по составу ингредиентов семейства Long Island. Ну, я думаю, абсолютно спокойно сможете приготовить его в посуде для подачи. Лед в бокал. И, собственно, чтобы наша башня была именно стеклянной, я предлагаю использовать чистый лед. Тогда коктейль будет абсолютно прозрачным и идеальным. Первое, что пойдет, это 7,5 мл самбуки. По 15 мл ликера трипл сек, а также персикового ликера. И по 30 мл белого рома, а также водки. Слегка перемешаем наши алкогольные ингредиенты, чтобы они сбалансировались и стали одним целым. Еще один небольшой кусочек прозрачного чистого льда. И заключительный ингредиент это безалкогольный спрайт. Если в состав классического Long Island входит Coca-Cola, Blue Maza Faka входит также спрайт. Здесь любой прозрачный лимонад. Как правило, это 7-Up, спрайт, либо какая-то Lemon Lime Soda. Украсить я предлагаю его цедрой лимона, чтобы немножко оттенить запах самбуки и все-таки сделать коктейль чуть красивее. Стеклянная башня. Для приготовления следующего коктейля мне будет необходим бокал для подачи, который сразу наполнен льдом. А также смесительный бокал, тоже добавим лед. И начнем сборку нашего коктейля под названием Tic Tac Martini. Базовый алкоголь в данном случае это водка. Ровно 50 мл. 10 мл. Нашего замечательного анисового ликера, самбука. И по 10 же мл. Мятного ликера, крепкий белый. Самым очевидным выбором в данном случае будет ликер Минту. И ровно столько же 10 мл. Сухого вермута. Теперь этот коктейль нужно смешать со льдовым смесителем в стакане, чтобы ингредиенты сбалансировались, охладились. И наш напиток стал идеальным. Посуда для подачи охладилась. Теперь наш коктейль. Со спокойной душой можно перелить и наслаждаться. Как видите, этот коктейль тоже имеет не совсем прозрачный цвет. Это связано с тем, что самбука при контакте с холодом, со льдом, аполисцирует. То есть ароматические вещества, которые входят в ее состав, выпадают и делают напиток мутным. Ну, по аромату, кстати, что-то есть. Как от самбуки, так и от мятного ликера. И, собственно, заключительный коктейль в моем сегодняшнем списке это будет два шота. Самбука чаще всего в барах ассоциируется с таким клубным движением. То есть слоеные шоты, поджигания и всякие такие красивые яркие фишки. Сегодня я также сделаю два коктейля, два шота. Они чем-то схожи, но одновременно разные. Первый из них будет скользкий сосок, а второй шмель. Некий твист на коктейль B52. С него мы, собственно, и начнем. Нижним слоем для этого коктейля идет кофейный ликер. Он же болсовский, либо, если вам больше нравится, используйте ликер калуа. Вторым слоем аккуратно по барной ложке налейте ликер самбука. И уже средним слоем идет сливочный ликер Белис, который заканчивает наш коктейль и делает третий слой. Тут, как видите, у меня немножко смешалось, потому что Белис самбука имеет достаточно близкую плотность. Итак, коктейль Шмель. Первый шот в нашем сегодняшнем списке. Отставляем его в сторону. И заключительный коктейль, заключительный шот, это скользкий сосок. Очень известный коктейль именно с ликером самбука. Нижним слоем, соответственно, идет этот ликер. Так как самбука очень сладкая и тяжелая, она ложится вниз. Верхним слоем идет ликер Белис. И заканчиваем композицию нашего коктейля несколько капель сиропа Гренадин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вуаля! Скользкий сосок. Да, когда сироп падает сквозь Irish Cream на дно бокала, он затягивает за собой немножко сливочного ликера и таким образом смешивается с нижним слоем самбуки. Это, конечно, визуально смотрится здорово, но в дальнейшем он чуть-чуть смешается, и вот этот нижний слой будет мутным. Абсолютно никак не влияет на вкус, но ваш коктейль будет обалденно смотреться, если у вас получится красивая капелька красного сиропа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы только что видели, как я приготовил 5 замечательных коктейлей с ликером самбука. Продегустируем, попробуем и определимся, какой из них более универсальный по вкусу и подойдет всем, кто их попробует. Начнем, наверное, с тик-так мартини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, он сладкий, он крепкий. Самбука чувствуется больше всех. Мята чуть-чуть оттеняет, и вермут, который, наверное, теряется на заднем плане, хотя балансирует вкус своей кислинкой, своей пряностью. Неплохой коктейль. Вот, кстати, сейчас чувствуется вкус вермута. Достаточно приятный коктейль, хотя я, как небольшой любитель самбуки, вряд ли возьму этот коктейль себе на вооружение. Давайте, стеклянная башня. Он чуть подтаял, чуть разбавился. Тоже должен быть сладким и анисовым. Да, приятный сладкий. Здесь самбука в самом меньшем соотношении, то есть 7,5 мл. Больше выступает персиковый ликер. И, наверное, спрайт. Приятный коктейль. Чуть, конечно, не хватает той же кислинки, как, например, в версиях Лонг Айленда. Но коктейль неплох. Освежающий, долька лимона точно исправит этот вкус. И подойдет даже не любителям самбуки. Она здесь чуть-чуть на таком заднем фоне. Чем-то, кстати, даже мне напомнило ликер гальяна. Только не версию ванил, а версию аутентик. Она тоже имеет несколько анисовый и травяной вкус. Это у нас Венетта. Некий коктейль на коньяке с добавлением нотки самбуки. Вот это неплохо. Приятный кисло-сладкий коктейль. Легкая анисовая нота. Чуть-чуть буквально на послевкусие. Очень приятный. Тоже неплох. Вполне может поконкурировать с этим коктейлем. Так как в нем все-таки есть кислинка. Баланс. Это все-таки больше сладкий. Ну и два наши шота. Самые заключительные. Абсолютно точно. Очень анисовый. Очень яркий. Очень сладкий коктейль. Их я оставляю на пробу вам. Потому что я думаю, если я их выпью, я еще долго, год-два не смогу даже нюхать этот ликер. Этот ролик был сделан специально для канала Алкофан. Подписывайтесь, ставьте лайки, указывайте в комментариях, что вы еще хотели увидеть и услышать. А самое главное, будьте здоровы. И всем пока. Ваше здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok